Подготовка катков и хоккейных коробок на придомовых территориях активно продолжается во Владивостоке. Спортивные площадки располагаются по всему городу. В этом году их будет более 70. Ход работ по заливке проверил заместитель главы администрации Владивостока Максим Акульшин. Сегодня с коллегами обследуем заливку наших придомовых катков. У нас таких, напомню, на Владивосток 53. Катки находятся в управлении муниципальных учреждений спорта. И наша ключевая обязанность всегда и задача максимально оперативно подготовить их к зимнему сезону, чтобы дать возможность детям и всем жителям соседних домов ими пользоваться. Сегодня контролируем заливку всеми подрядчиками. Смотрим, какие успехи на сегодняшний день уже есть по каткам, где необходимо акцентировать свое внимание и более тщательно или более часто организовывать подливку, где уже остались такие завершающие мероприятия. Всего у нас по 53 объектам специально привлечено 5 разных подрядных организаций, для того, чтобы мы могли обеспечить одновременность выполнения мероприятий по заливке катков. В рамках нашего контроля состояние льда уже позволяет нашим детям, жителям пользоваться катками. И активно смотрим, проезжая, что и хоккей, и фигуристы уже выходят. Просто праздное катание. Но, конечно же, для более качественного льда, и особенно на тех площадках, где у нас мероприятия спортивного характера проводятся, как, например, дворовый хоккей, там мы уже будем добиваться идеального состояния льда и контролировать дальнейшую подливку, в том числе и в период эксплуатации. А так, всех призываем. И я думаю, что 25 числа, условно, с понедельника следующего, можно будет вообще на каждой коробке кататься. Мы будем, конечно, работу завершать. И с нового года вообще на идеальный шикарный лед всех призываем. Помимо хоккейных коробок в жилых районах города, к зимнему сезону готовятся большие катки на центральной площади, в парке имени Лозона-Санаторной, а также самый большой каток на стадионе «Авангард». Открытие катка намечено на 25 декабря в 18 часов. Здесь также предусмотрен бесплатный прокат коньков. Олег Завьялов, новости на восьмом.